Осьминог Бесконечности 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 Позиция софистики оправдывается, но этот следующий диалог, он послабее и у него более такая специальная направленность. Этот более полный, в нем содержатся практически все элементы так или иначе моего учения. Пусть они не до конца обосновываются, пусть они не до конца оправдываются, потому что все-таки художественная форма, есть определенные ограничения, особенно по количеству и, конечно же, необходимость вот этого диалога постоянного, потому что оппоненты, они же ведь тоже персонажи, они тоже как бы люди получаются здесь. Они тоже ведут диалог, но следует заметить, что диалоговая составляющая именно в этой серии диалогов, она как бы немножко понижена, чем обычно. Дело в том, что это именно исповедь, то есть главный диалог, главное это монолог еретика, как бы. Остальное это такой своеобразный фон, то есть в принципе это действительно осмысленно сделано таким образом, чтобы дать еретику выговориться. Поэтому это сборник диалогов и называется «Исповедь еретика». Ну, в общем-то, я надеюсь, вам будет интересно ознакомиться с этим текстом, поскольку он действительно хороший. Он заставит вас о чем-то новом подумать, о чем-то интересном подумать, задаться некоторыми вопросами, задать некоторые вопросы, может быть, мне. Это действительно то, что стоит почитать. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо за то, что смотрите мои выпуски, мои презентации, книжек. В ближайшее время, наверное, больше новых книжек не появится, ну, месяц-два еще. Пока будем работать над выпуском, над правкой. К сожалению, эти тексты, наверное, тоже не до конца идеально исправлены, поэтому приходится их бесплатно вам показывать. Ну, я думаю, вам понравится. Восьмикратно с вами прощаюсь еще раз. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok